Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач «Наследственное право». Сегодня в студии я буду отвечать на вопросы, поступившие в редакцию. Постараюсь вам помочь. На вопросы телезрителей отвечает юрист Ярослав Мухин. Ярослав Юрьевич окончил Институт международного права и экономики по специальности юрист. Специализация «Международное право». Ярослав Мухин считает, что хороший юрист, сталкиваясь с любой жизненной ситуацией и проецируя ее на право, оценит нормы права, правоприменения, судебную практику и непременно решит проблему человека с точки зрения законодательства. Итак, первый вопрос. Купила дочери квартиру в ипотеку, оформляю дарственную. Сможет ли претендовать на эту квартиру мой муж, с которым у нас начинается бракоразводный процесс? В вашей ситуации муж сможет претендовать, скорее всего, не на квартиру, а на денежные средства, которые были вложены в эту квартиру. Тут надо просто разобраться. Если вы вкладывали в эту квартиру деньги, нажитые в браке, то есть совместно нажитые, то есть в связи с тем, что у вас была ипотека, но, скорее всего, вы все равно какую-то сумму вносили, вот вам нужно будет, если у вас будет действительно спор с супругом на бракоразводный процесс, вам нужно будет доказывать, что вот эти денежные средства, которые вы потратили на эту квартиру, впоследствии вы подарили дочери, то есть сделку дарения вам никто не запретит оформить, но, возможно, муж будет претендовать на денежные средства, которые вкладывались в эту квартиру, если они действительно были нажиты в браке. Вот в этот момент вам нужно разобрать четко, если это ваши личные денежные средства, то вы сможете доказать, что это личные денежные средства. Если они совместно нажиты, то он сможет претендовать на половину денежных средств, которые нажиты в браке, впоследствии вложенные в имущество. Доказать, что это личные средства, можно таким образом, то есть либо эти деньги вам передали родственники, либо вы продали свое личное имущество, которое не нажито в браке, которое вы получили в дар, которое вы получили под наследство, которое являлось у вас до брака вашим личным имуществом, Вы продали, например, эту квартиру, взяли эти денежные средства, вложили их в квартиру дочери, вы сможете в суде объяснить и доказать, что вот эти деньги, которые именно вы вложили в квартиру дочери, это ваши личные деньги, ваше личное имущество, не нажитое в браке. Потому что если вы, конечно, эти деньги заработали во время брака, они у вас как от трудовой деятельности или от предпринимательской деятельности вы получили, то вы должны понимать, что эти денежные средства являются совместно нажитыми. Нас у матери трое детей. В завещании на наследство на квартиру она указала только двух моих сестер и их детей, а меня, как старшего сына, не указала. Могу ли я оспорить завещание? С моральной точки зрения вы данное завещание оспорить не сможете, это решение вашей матери. Но с точки зрения законодательства, если вы предполагаете, что данное завещание было с нарушением закона каким-то образом составлено, то есть, например, вашу маму ввели в заблуждение, обманули, запугали или еще что-то, то есть вы можете по гражданскому законодательству оспаривать сделку. То есть вы ее либо ничтожной, либо недействительной можете признавать. Никто вам это запретить не может. Если ваша мама просто по каким-то морально-этическим действиям, по каким-то моральным-этическим своим убеждениям совершила такое действие, то вы, конечно, это оспорить никак не можете. Но если она это сделала с нарушением закона, либо под влиянием других людей, то право оспаривать сделку у вас присутствует. Мой муж живет в другой семье, но имеет одну-вторую доли в нашей приватизированной квартире. Может ли он оформить дарственную на свою долю квартиры на несовершеннолетнюю дочь из другой семьи? В данном случае да. Я предполагаю, что раз ваш муж уже давно живет в другой семье и имеет одну-вторую доли в приватизированной квартире, то, скорее всего, вы уже имущество после расторжения брака разделили, и это как раз осталась его доля. В связи с этим он может этой долей распорядиться. Если мы говорим о сделке дарения, то в данном случае и даже не будет права преимущественной покупки ваше соблюдаться. Если бы он совершал сделку купли-продажи с этой долей, то он обязан был соблюсти право преимущественной покупки ваше, как другого сособственника, и сначала предложить эту долю вам. Но если мы говорим о сделке дарения, то он может ей распоряжаться без уведомления вас, как сособственника. То есть в любое время он ее может подарить кому угодно. В квартире моей бабушки была совершена кража. Вора поймали, суд присудил выплатить украденные деньги. Но бабушка умерла. Принадлежат ли мне эти деньги по наследству? Если вы действительно являетесь наследником по очереди, то вам нужно получить в суде приговор суда, копию приговора суда, по которому были присуждены денежные средства, и предоставить нотариусу. И указанный долг попадет в наследственную массу, и вы сможете его взыскать с человека, совершившего преступление. По завещанию, мой бывший муж все оставил своей нынешней жене. От нашего с мужем брака есть двое совершеннолетних детей. Наследница хочет отказаться от части наследства в пользу моих детей. Как ей это законно сделать? Я вас расстрою. Ей никак это законно сделать нельзя, потому что по закону, от завещания, от наследства по завещанию, вы отказываться не имеете права. Вы должны его принимать, потому что было завещание. Единственный способ это имущество, если ваша родственница хочет это имущество передать детям, единственный в данном случае способ это ей принять это наследство по завещанию, впоследствии подарить. Но отказываться от наследства по завещанию нельзя, так же, как и от наследства на обязательную долю, например. Не может наследник отказаться от обязательной доли. У моей бабушки двое наследников. Один из них умер год назад, и сама бабушка недавно скончалась. Имеют ли право на наследство жена и дети умершего ранее наследника, если завещание бабушка не оставила? Да, жена и дети умершего наследника имеют право на часть доли наследства бабушки, но в связи с тем, что уже прошел год, они пропустили срок, опять же, вступления в это наследство. И в данном случае придется в любом случае в судебном порядке доказывать либо уважительность причины пропуска срока, либо факт принятия этого наследства и признавать на него право собственности. После смерти тестя нашли сберкнижку, на которой есть деньги. Кто и как может получить эти сбережения? Если вы уже открывали наследство, то нужно обратиться к нотариусу тому, который открывал уже наследство, но которое просто позже открылось, он вам выдаст свидетельство о праве на наследство на эти денежные средства на счете. Если вы еще не обращались к нотариусу, это вообще единственное наследство, которое вы нашли, то вам нужно будет обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство. Если будет пропущен уже шестимесячный срок, то нотариус вам откажет. В данном случае вам придется, опять же, в судебном порядке доказать уважительность причины пропуска шестимесячного срока. В данном случае здесь просто вы нашли сберкнижку, и вы об этом счете не знали, что он у вас открыл этот счет. В данном случае, я думаю, что вы докажете то, что вы не знали просто об этом наследстве. Оно открылось вот именно сейчас. Я гражданин Украины, а в Российской Федерации проживают две мои родные сестры. Недавно умерла наша мама, оставив квартиру на территории Российской Федерации. Имею ли я право на долю наследства, и как ее получить? Или в такой ситуации наследницы только мои сестры? Нет, вы тоже являетесь наследником, но в первой очереди вам нужно либо самому выехать на территорию Российской Федерации по месту открытия наследства и свои права к нотариусу заявить, либо переслать доверенность на какое-то лицо, которому доверяете, которому делегировать права на оформление наследства. С конкретными правами, в том числе и там можно прописать право отказа от наследства и так далее. То есть те полномочия, которые вы в доверенности распишите, лицо сможет за вас осуществлять по доверенности на территории Российской Федерации. То, что вы являетесь иностранным гражданином, не умаляет ваши наследственные права. После смерти бабушки два внука-наследника вступают в наследство в равных долях. Свидетельства о праве на наследство еще не получены, но один из внуков намерен сдать квартиру уже сейчас. Второй внук против этого. Что ему предпринять, чтобы не допустить сдачи квартиры? Единственное, что вы можете сделать, это поменять замки в указанной квартире. Но тут ситуация такова, что в принципе ваш наследник, второй внук, он официально эту квартиру сдать не сможет на законных основаниях. То есть у него нет свидетельства о праве собственности. Скорее всего, я предполагаю, что он просто принял наследство. То есть он фактически туда вселился, в эту квартиру, он оплачивает, возможно, счета, он присматривает за этим имуществом. Но у него законного права сдавать эту квартиру в аренду на данный момент времени нет, потому что он не является собственником этой квартиры. То есть в данном случае у вас два пути. Вы можете только обращаться в правоохранительные органы и жаловаться на то, что квартира незаконно сдается. Также можете и в принципе заявить это и нотариусу, о данном, что один из наследников, он вот такие действия предпринимает. Почти 20 лет прожила в гражданском браке. Жили с мужем в его квартире, вели общее хозяйство. Как мне теперь оформить наследство после смерти гражданского мужа? Единственный способ в вашей ситуации оформить наследство, вам нужно в судебном порядке доказать факт фактических брачных отношений. То есть установить факт. Если вы обращаетесь в суд в рамках особого производства с исковым заявлением об установлении факта фактических брачных отношений с этим человеком, и вы доказываете в суде, что да, вы совместно проживали, совместно вели хозяйство, что у вас бы вы распределяли доходы вместе, ну, фактически состояли в брачных отношениях, просто этот брак не зарегистрировали. Это будет, конечно, не очень легко, потому что если будут еще наследники, другие родственники, которые будут против, но другого пути нет, потому что у нас в стране признается только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Если у вас в органах ЗАГСа брак зарегистрирован не был, только единственный путь устанавливать факт, что фактически он был. У моего мужа умер крестный отец. Случайно мы узнали, что он завещал ему свою недвижимость. Где находится завещание, мы не знаем и сомневаемся, что оно действительно существует. Как выяснить факт наличия завещания? Единственный способ здесь это в любом случае обращаться к нотариусу по месту последнего жительства. И нотариус сделает запрос, было ли такое завещание или нет, потому что сейчас все компьютеризировано, базы есть. Единственное, что если оно, оно могло быть еще и закрытым завещанием, просто где-то конверт запакованный, но в данном случае вы никак не сможете там это точно установить. То есть это вопрос служб нотариусов. То есть вы обращаетесь по последнему известному месту жительства наследодателя к нотариусу. Открывается наследственное дело, и в рамках наследственного дела нотариус, соответственно, делает запросы в палаты нотариальные и выясняет, было завещание, не было завещания. Ну, либо его кто-то из наследников, на кого было завещание, он его может предоставить в оригинале. При оформлении документов на приватизацию квартиры, муж отказался от своей доли в мою пользу, и квартира была приватизирована на меня. Еще одну квартиру, купленную совместно, мы также оформили на мое имя. Полгода назад муж умер. На какое наследство может претендовать его дочь от первого брака? Его дочь от первого брака сможет претендовать только на вторую квартиру, предполагаемую. То есть, если вы одну квартиру приватизировали, то эта квартира является вашим личным имуществом, потому что приватизация – это безвозмездная сделка, это несовместно нажитое имущество. Вопрос второй квартиры. Вам нужно выяснить, на какие денежные средства она приобреталась – на совместно нажитой или не на совместно нажитой с супругом. Его дочь от первого брака сможет претендовать на долю какую-то, возможно, в квартире или на денежные средства, если она докажет, что эти деньги были совместно нашитым имуществом, или вот эта квартира была совместно нашитым имуществом. Если же удастся доказать, что квартира приобреталась на ваши личные средства, то вы будете единственным наследником в первую очередь. В ноябре 2009 года умер отец. У него был кредит в банке. В наследство вступили я и брат. На протяжении более трех лет банк о себе не заявлял и погасить долг не требовал. В январе 2013 года мировыми судьями было принято заочное решение о взыскании с нас суммы долга, процентов и штрафов за весь период. Правомерно ли данное решение, не истек ли срок исковой давности? Вам в любом случае нужно поступить таким образом. Вам нужно, как только вы получили заочное решение, вам нужно написать в суд заявление об отмене заочного решения и потребовать полноценного искового производства, то есть рассмотрения дела в рамках искового производства. И вот уже тогда там, когда решение будет отменено заочно и начато производство со всеми сторонами, вы можете заявить о пропуске срока исковой давности, потому что суд рассматривает вообще, пропущен ли срок исковой давности или не пропущен, только по заявлению одной из сторон. Поэтому у вас один путь. Вам нужно отменять это заочное решение, требовать рассмотрения с вашим участием, и в рамках этого рассмотрения уже определяться, каким образом действительно деньги выделялась, вот доля вашего отца, как этот долг распределялся. То есть это в рамках судебного заседания. Умерла двоюродная сестра. Я ее ближайший родственник. Какие документы необходимо предоставить нотариусу, чтобы вступить в наследство? Вам нужно подтвердить родственные отношения, то есть свидетельство себе предоставить о рождении, то есть документы, подтверждающие родство. А дальше как бы в зависимости от имущества. То есть если это, скажем так, Росреестр, какая-то недвижимость, нотариус, вам пошлет запрос. Если у вас есть свидетельство о праве собственности, то вы можете предъявить, потому что если вы, соответственно, собственником не являетесь, у вас не может быть документов. В рамках наследственного дела нотариус вам, в принципе, сам разъяснит, какие документы необходимы, в зависимости от имущества. Основной вопрос для вас это доказать родство. То есть вы должны представить документы, подтверждающие родство. Дальше вам нотариус просто предоставит список документов, которые вам необходимы. То есть вы ему объясните, какое вы знаете имущество, что есть, какое вы предполагаете. Вам нотариус сделает запросы соответствующие и просто вам предоставит список, какие документы ему необходимы для наследственного дела. Обязан ли я платить за квартиру, если еще не вступил в наследство после смерти отца? Если нет, то могу ли я вернуть деньги, уплаченные за квартиру в течение шести месяцев до вступления в наследство? В принципе, вы можете не платить за квартиру, но вы как наследник, скажем так, надлежащий, хороший наследник, в связи с тем, что действительно ваш отец, и вы это имущество приняли, то вы, если вы уже фактически проживаете и приняли, то вам нужно показать действие, что вы принимаете это наследство. И в связи с этим, соответственно, конечно, вы его должны сохранять, нести бремя его содержания. Если вы собираетесь вступать в это наследство, то вам лучше, конечно, коммунальные счета оплачивать. Соответственно, вы придете к нотариусу и скажете, я это наследство уже принял, я предпринял действие к принятию этого наследства, я его там содержу и так далее. В зависимости от того, что да, возможно, там появятся другие наследники, вот если они появятся, вы там потом вопросы по содержанию этого имущества определите. Но на данном этапе, если вы собираетесь это наследство принимать, то вам другого выхода нет, как, в принципе, ну, оплачивать эти счета. Потому что пока вы единственный наследник, вы его, фактически, это наследство приняли, вы его пока храните, вы не ждете бремя содержания этого наследства. Моя бабушка составила завещание на пятерых своих детей в равных долях. Но один из сыновей, мой отец, умер раньше бабушки. Являюсь ли я ее наследником после отца? В данной ситуации, если было завещание и один из лиц, указанных в завещании, умер до открытия наследства, то, в принципе, вы будете по закону вступать в эту долю, которая ему прочиталась по завещанию. То есть, когда откроется это наследство и выяснится, что один из наследников, указанных в завещании, умер, то вы, как его законные наследники, сможете вступить в эту долю наследства. Приобрела на свое имя жилплощадь. Если со мной что-то случится, может ли мой отец, который с матерью в разводе, претендовать на наследство? Могут ли дети оставлять наследство родителям? В данной ситуации ваш отец является наследником первой очереди по отношению к вам. Так как мы уже говорили в начале передачи, наследники первой очереди – это родители, дети и супруг наследодателя. Ваш отец является наследником по отношению к вам, наследником первой очереди. Конечно, что-то, если с вами вдруг случится, то он будет одним из наследников первой очереди вступать в наследство вот на эту вашу квартиру, которую вы приобрели. Все дети, ну, дети могут оставлять наследство своим родителям по завещанию, то есть конкретному из родителей. В принципе, родители по отношению к детям тоже являются наследниками первой очереди. И если вы хотите, если ребёнок хочет оставить наследство конкретному родителю, то в данном случае нужно делать завещание конкретно в одного родителя, потому что оба родителя являются наследниками первой очереди. Как будет делиться наследство между вдовой собственника и его детьми от первого брака, если вдова не является собственницей квартиры? В данном случае вдова собственника является наследником первой очереди. И если, я как понимаю, больше наследников нет, кроме детей и супруги наследодателя, то в данном случае имущество будет всё открытое имущество, которое открылось после смерти наследодателя, оно будет делиться между вами троими, детьми, то есть супруга и дети наследодателя. Три наследника первой очереди будут вступать в наследство, и всё будет на три части делиться между ними имущество. После смерти матери квартира завещана прямому наследнику, сыну. Нужно ли согласие его жены для продажи наследованной квартиры? Нет, согласие в данном случае не нужно, потому что всё имущество, которое переходит по наследству к какому-либо из супругов, оно является его личным имуществом. В данном ситуации он получает какое-то имущество по наследству, это становится его личным имуществом, он может им распоряжаться так, как угодно. Никакого согласия другого супруга не требуется. У моей мамы есть подруга, которая хочет оформить наследство на меня, но она не знает, что лучше оформить – завещание или дарственную. А мне не хочется проблем с так называемыми родственниками, которые находятся всегда, когда обсуждается наследство. Как поступить в данной ситуации? Лучше всё-таки, чтобы она оформляла дарственную, потому что завещание может быть в любое время отменено. В вашей ситуации, если будет много потом споров по поводу этого имущества, лучше, чтобы родственница или подруга вашей мамы его вам всё-таки сделала дарственную, и тогда это имущество вообще в наследственную массу не попадёт. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы очень рады, что мы смогли вам ответить на все вопросы и, возможно, кому-то помочь в решении его проблемы. Всего вам доброго. До встречи в следующем нашем телеэфире.